Как спасти свои деньги от приставов и обойти блокировку карт? Давайте рассмотрим ситуацию, когда существует долг перед банком или другим кредитором и как можно защитить денежные средства на картах и счетах. Вариантов может быть несколько. Первое. Возник долг или просрочка платежа, но еще нет судебного решения о взыскании. Но оно может появиться в ближайшее время и когда вы не понимаете. Причем долг может быть и не ваш, например, в случае наследования имущества, где также был какой-то долг, или в случае поручительства по займу, по которому есть просрочка. Вариант второй. Уже есть судебное решение, но еще не возбуждено исполнительное производство в службе судебных приставов. И вариант третий. Когда уже есть исполнительное производство у приставов о взыскании с вас какой-то суммы денег. Рекомендации, которые я предложу, могут быть профилактическими для первых двух случаев, когда нужно именно подстраховаться на будущее. Итак, давайте посмотрим, что может сделать судебный пристав с деньгами, счетами, картами и заработной платой. Первое. Это самое простое. Наложить арест на все банковские счета. Вклады, депозиты, счета, на которые приходит заработная плата или пенсия. И полностью списать долг. И вариант второй. Наложить арест на заработную плату непосредственно у работодателя. Вот это мы сейчас все рассмотрим. И в конце урока я еще расскажу про электронные кошельки, так как это может быть спасением. Поэтому слушайте внимательно и до конца. Как правило, пристав накладывает обременение на счет сразу на всю сумму долга. И только на основании решения суда он может это сделать. Если есть просрочка перед банком, то ни банк, ни пристав не могут списать деньги, пока не будет судебного решения или судебного приказа. В чем между ними разница, я отдельно расскажу. Пристав делает запрос в банки и получает ответ о том, какие у вас есть счета. Как правило, пристав делает запрос в самые крупные банки. Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Тинькофф, Почта-Банк, Открытие, ну там какие-то может быть еще. Вот. В какие именно банки сделаны запросы и вообще все действия пристава можно посмотреть через госуслуги. Там есть раздел, где можно ознакомиться с историей исполнительного производства. Но это для особо любопытных. Если на счете есть достаточная сумма денег, то тут, как говорится, есть варианты. Раньше и, возможно, в скором будущем вся сумма будет списана сразу. Если денег на счете меньше, то спишут столько, сколько есть. И дальше будет висеть обременение на оставшуюся сумму в ожидании, пока туда не поступят какие-нибудь еще деньги. Если сумма долго крупная, то арест наложат сразу на все счета. Если сумма небольшая, то арест могут наложить выборочно на какие-то банки. Это значит, что если есть деньги на нескольких счетах, то списать могут больше, чем нужно. Потому что в каждый банк придет обременение на полную сумму долга. И если на нескольких банках есть деньги, то спишут и там, и там, и здесь. Потом придется ждать, пока пристав вернет излишне списанные деньги обратно. И это может длиться месяц, а то и больше. В последнее время, в связи с разными событиями в мире, новой болезнью и операцией на Украине, вводили мораторий на списание денег. То есть средства на счете блокируются, но не списываются. К примеру, есть на счете 20 тысяч, приходит блокировка на сумму 15 тысяч. То есть 5 тысяч и все, что поступит сверху, можно использовать, а заблокированную сумму нет. И некоторые банки, пользуясь этим мораторием, позволяют снять деньги с карты. Для этого нужно обратиться в банк. И потом снять их через банкомат, перевести на другую карту или получить наличными в кассе. Но эти все нюансы нужно уточнять в вашем банке, так как ситуация меняется. Что касается денег, которые могут поступить на счет, на котором уже есть блокировка. О блокировке счета вы можете узнать двумя способами. Поступит смс от банка о том, что на такой-то счет наложено ограничение и будет указан номер исполнительного производства. Или через госуслуги придет письмо от пристава о наложении обременения на счет. Если первым пришло письмо на госуслуги, то можно успеть снять деньги с карты или перевести их кому-нибудь еще. Но бывает так, что об обременении узнаешь уже в смс от банка. Но и в этом случае можно все равно попробовать перевести деньги или их снять. Потому что иногда половину денег от суммы ареста удается вывести. Здесь, как я понимаю, зависит от банка и требований пристава. Потому что по закону удерживать можно не более половины заработной платы. То есть, если есть обременение на 100 тысяч и поступает зарплата 50 тысяч, то 25 можно попробовать снять. Но это не гарантировано, так как, еще раз повторяю, зависит от банка и случается по-разному. Итак, если предполагаете блокировку счетов, заранее снимите или переведите деньги на счета родственников или друзей. Если поступили деньги на счет с применением, пытайтесь снять или перевести часть денег. Четверть, треть, половину, сразу или несколькими платежами. Что делать, если на счетах уже есть блокировки, но вам нужно получить откуда-то деньги разово. Например, по страховке, гонорар или перевод от близких. Можно открыть новый счет или карту. Сделать это можно через приложение или при обращении в банк. Недавно в банках появилось такое нововведение, как платежный счет. Это счет, к которому привязываются пластиковые карты. И при выпуске новой карты можно указать, что нужен новый платежный счет. И тогда откроется все чистое. А вот в банке тюрьников было так, что открываешь новую карту, и на ней сразу же появляется обременение с прежней карты. То есть новая карта привязывалась к старому счету. Обращайте на это внимание, это будет видно в приложении, при открытии счета или карты. Итак, перед тем, как отправить крупную сумму, проверьте на небольшой, что все поступает и можно перевести или снять. Но до нового счета пристав также может добраться через какое-то время. Если не будет поступления в оплату долга, то примерно через месяц пристав может сделать новый запрос. И увидит, что у вас есть новые счета, которые тут же заблокируют. Обычно люди переводят деньги друг к другу, указывая не номер карты, а номер телефона, к которому привязана карта. Поэтому, если пришла блокировка на карту, можно тут же открыть новую, но при этом нужно выбрать ее основной картой, на которую будут поступать деньги, переведенные по номеру телефона. Иначе деньги будут поступать на прежнюю карту и списываться. С нового счета приставы могут не успеть списать деньги, и поэтому какое-то время вы можете ей пользоваться. Но, конечно, делать такое постоянно это неудобно. Особенно для перевода заработной платы, ведь она перечисляется не по номеру карты, а по номеру счета. И при открытии нового счета придется писать заявление в бухгалтерию о смене реквизитов. Вот еще такой совет. Можно открывать счета в небольших коммерческих банках. В таком случае вероятность того, что пристав сделает туда повторный запрос, ниже. Просмотрим ситуацию, когда можно вообще сделать так, что заработная плата не приходит на ваши счета. Можно написать в бухгалтерии заявление, чтобы заработную плату переводили на счет супруга или родственника. Такое возможно и практикуется, особенно если человек работает удаленно вахтой или за границей. Уточните этот момент у работодателя. Это законно. Давайте рассмотрим электронные кошельки, в частности популярные U-Money. Это бывший Яндекс.Деньги, Яндекс.Кошелек. И Kiwi. Но Kiwi сейчас банк, а U-Money это не банковская кредитная организация, единственным акционером которого является Сбербанк. И пока приставы особо не занимаются электронными кошельками. И это может быть выходом из ситуации. Так вот, в U-Money можно открыть счет, электронный кошелек, пройти несложную процедуру подтверждения личности. На счет U-Money можно переводить заработную плату. Все нужные реквизиты можно скачать в личном кабинете. И нужно получить полноценную пластиковую карту. С нее без комиссии можно снимать 10 000 рублей в месяц в любом банкомате России. Я при необходимости снимаю в Сбербанке. За выдачу большей суммы предусмотрена комиссия. Можно переводить с карты 3500 рублей в день, но не более 100 000 рублей в месяц через СБП на любые банки. Либо пользоваться пластиковой картой для обычных покупок или платить через интернет. Карта приходит по почте и стоит 300 рублей. Обслуживание бесплатное. И начисляются еще баллы и бонусы за пользование картой. Пока карта не поступила на почту, можно открыть виртуальную карту и привязать ее для платежей через телефон. То есть это стандартная карта МИР. Переводить деньги на кошелек U-Money можно без комиссии через тоже Сбербанк Онлайн, но не более 15 000 за раз. Либо пополнять эту карту с других карт через СБП. Очень удобный сервис. То же самое и Киви, но я предпочитаю U-Money. Пусть электронные кошельки для кого-то и непонятная тема, но она работает. Перевод зарплатных денег на U-Money или на родственника – это полумера, так как пристав может наложить арест на ваши деньги прямо у работодателя. Сначала пристав заблокирует ваши счета и карты. Если он не увидит, что долг погашается, то сделает запрос в пенсионный фонд и получит ответ о вашем текущем месте работы. Увидит, что происходит отчисление налогов, а это значит, что заработная плата выплачивается. Вопрос как? Наличными или на какой-то счет? Это уже не важно. И тогда пристав направит работодателю распоряжение удерживать половину заработной платы и переводить службу судебных приставов на погашение долга. Работодатель, предприятие или предприниматель обязаны будут это сделать, иначе им грозит большой штраф и ответственность за неисполнение решения суда. Поэтому, если есть возможность, то рекомендую до этого не доводить и производить платежи на приставов. Тогда видят, что исполнение происходит, лишних движений в вашу сторону производиться не будет. Можно пообщаться с приставом и договориться, чтобы он ежемесячно направлял арест на счет на определенную сумму, но это индивидуальная работа, а приставы и так загружены. Можно письменно уведомить пристава о беждевенцах, чтобы не списывалось более 50% заработной платы или даже меньше. Можно подать в суд на рассрочку платежа. Я об этом расскажу отдельно, так как есть варианты. На этом урок «Как спасти свои деньги от приставов» я считаю оконченным. А как полностью прекратить исполнительное производство рассмотрим отдельно, так как тут тоже есть варианты. До следующего урока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова